Так, ребят, для участников школы выбор ВПС сервера архиважная вещь. Ссылка на статью в описании, почитайте. Нам это очень нужно, потому что мы делаем с вами приложение мобильное с серверной частью. Иными словами, нам предстоит освоить, в первую очередь, серверную часть написать на Django, освоит Flace, то есть фреймворк, и Django Res Framework. Он делает эту работу очень удобной. Поэтому выбор сервера для нас архиважная вещь, и мы с ним будем встречаться. Я дам вот эту статью, потому что есть очень важные критерии выбора сервера. Нам придется очень много тестировать. Иными словами, те участники школы Бусуновского, которые работают в школе, они научатся. Django они и так, понятно, научатся. Уроки. Но кроме этого, получается три в одном. Мы разберемся, как работать с мобильными приложениями, при этом это надо прогнать один раз. По сути дела, тоже Flace может быть заменен написанием кода на Kotlin, например. Тут не важно. Важно понять принцип. Пишется серверная часть, это как работает Инстаграм, ТикТок и так далее. Далее IP пишется, и далее мобильное приложение. Вторая ссылка, как об этом почитать, есть в меню. В меню я ее тоже дам. Девхакер, зачем мне это? Я стану программистом, покажу свой продукт, потому что я знаю как. Вот здесь надо посмотреть пару видео, если не хотим читать долго. Длинная статья, да? То есть это план, первичный план, потому что проект сам работает на GitHub. И в школе уроки, а на GitHub мы работаем с кодом. На GitHub мы работаем с кодом. Делится у нас на несколько проектов. Ну, например, проекты для тренировки, где надо научиться работать с гид и так далее, подтянуть языки. И проекты, которые начинаются уже с конкретной разработки. Они все здесь идут с больших букв ДХ. Чтобы не запутаться, я сделал центральный репозиторий, где будет все вот так сложено. Оно будет вести дальше на другие репозитории, на проекты, но в любом случае не запутаетесь. То есть, читаем, открыли, допустим, читаем общий план. А дальше пишем код. Я в видео там рассказал, на рекомендуемой странице, как это будет выглядеть, по крайней мере, на данный момент. Архиважно понимать критерии выбора сервера, чтобы это было дешево и сердито. Я описал сервер, который сейчас мы будем, я буду использовать, вы как хотите, именно на таймклоуд. Иными словами, большинство людей выбирают сервер, основываясь там на, значит, отзывы новичков, не отвечает техподдержка. Ребята, мы с вами программисты, поэтому техподдержку мы вообще забываем, да, потому что сервер будете учиться сами ставить. Здесь есть возможность динамически создавать сервера, при этом деньги будут сосчитываться ежечасно. Потренировался, остановил сервер, все, деньги сосчитываются. Взял малую конфигурацию сервера, там 100 рублей в месяц. При этом тренируй сколько хотите, не ложи его, что хочешь делай, он не будет касаться других сайтов. Ну и там очень много критериев, на которые я обратил внимание в статье. Итак, ссылки на эти статьи. Почему для нас архиважна работа с серверами? По сути дела, какие знания, кроме понимания языкового программирования и возможности разбираться в любых языках программирования, мы осваиваем веб, API и мобильные технологии. Но осваиваем это на практике, что довольно круто. Все, спасибо за доверие.